Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Предыдущие наши передачи были посвящены теме теоэстетики. Мы говорили об особом богословии красоты. Вообще, честно говоря, я поделюсь своим мнением, что сейчас в условиях столь нестабильных важны миротворческие практики и миротворческие разговоры. И, собственно говоря, разговор о красоте — это разговор миротворческий, когда мы с вами вспоминаем известную фразу Достоевского, что красота спасет мир. Поговорив о теоэстетике, как о научном таком направлении в богословии, решили обратиться к одной из самых красивых, одной из самых таинственных книг Священного Писания. Обычно люди, ну так я уж знаю по разговорам, пролистывают эту книгу, считая ее какой-то неважной, вообще как будто бы даже не второстепенной, а третьестепенной книгой Библии. Книга «Песнь песней». Как она вообще попала в текст Священного Писания? Там нету ни богословия, нет ни призыва исполнять заповеди. Или есть все-таки богословие? Вот об этом, обо всем мы поговорим с библеистом Сергеем Викторовичем Соловьевым. Здравствуйте, Сергей Викторович. Добрый день, отец Сергий и все наши, уважаемые слушатели. Признаюсь, мы в прошлом году поговорили о книге «Экклезиаст», но говорили мы о ней с точки зрения философии и богословия, говорили мы с отцом Сергием Кредичем в этой студии. А вот «Песнь песней», она всегда действительно каким-то особым, ну таким особняком стоит в текстах Священного Писания. Обычно, когда проводятся какие-то библейские кружки при храмах, когда читают священник с общиной Писания, как-то вот, ну стараются изучить закон, Тору, стараются изучить пророков, тем, кто интересуется историей, как вообще до всего, до того, в каком месте мы живем и в каком пространстве обитаем, все дошло, кто интересуется историей, изучает исторические книги Священного Писания. «Книги мудрых», ну «Экклезиаст» — да, «Притчи Соломона» — да, потому что они как бы дают какую-то основу для понимания себя, своего места в этом мире. А вот «Песнь песней» действительно как будто бы она всегда пролистывается, как будто бы убирается за скобки. И вообще люди, которые ее прочитывают, они недоумевают вообще, как она появилась, как этот текст вошел в канонический свод Библии. Вот давайте мы сегодня, ну опять же для наших телезрителей поясним, что мы будем углублять понимание этой книги в течение наших трех встреч. Вот, то есть сегодняшняя передача будет не единственная, посвященная этой книге. А сегодня у нас преамбула. Во-первых, давайте начнем, наверное, с главного. Когда мы книжку открываем, мы смотрим на автора, нам интересно, кто написал этот текст. Нам интересно, почему такое название. Ну, потому что «Песнь песней» она нас отсылает как бы к библейским текстам, к богослужебным текстам, таким как «Торжество из торжеств», «Господь господей». То есть мы понимаем, что это некая совершенная степень. И получается, это «Песнь песней» священного писания выше этой песни, как будто бы и нет. Почему выбран жанр песни? В общем, все это мы с вами должны для наших телезрителей раскрыть. Хорошо, спасибо. Но сначала я хотел бы откликнуться на вот эту фразу о том, что пролистывают часто песнь песней, и у этого есть свои исторические, даже какие-то психологические основания. Дело в том, что со времен еще Оригена, а это третий век нашей эры, победило такое мнение, что книгу читать нужно только совершенным христианам. Совершенным в том смысле те, которые не подвержены эротическим образом, которые содержатся в этой прекрасной книге из Ветхого Завета. Поэтому в традиции такое отношение к ней осторожное, в том смысле, что ее, поскольку принято было толковать аллегорически, возвышенно, как отношение Бога и народа, или Бога и души христианской, поэтому старались избежать ее, скажем так, в кавычках, мы сейчас говорим, неправильного прочтения. Что касается про ее происхождение, то здесь мы с вами имеем свидетельство, с одной стороны, традиции, традиции иудейской, которая была принятой христианской церковью, не только православной, но и католической, и протестантскими церквями. Так вот, иудейская, так вот, с одной стороны, иудейская традиция, с другой стороны, чуть позже я скажу о научном изучении этой книги, то есть в рамках уже такой более рациональной библеистики. Но это чуть позже. Что касается традиции, мы знаем из иудейского трактата «Баба Батра», такое вот, у него с таким названием смешным немножко, авторство приписывается, принадлежит точнее царю Соломону. Царю Соломону вообще приписывается авторство не только «Песнь песни», как вы знаете, это книга «Экклесиаст» и книга «Притчи Соломоновых». И вот, я уж не знаю, откуда повелась вот такая традиция, но часто воспринимается, что Соломон, когда был молодой, он написал «Песнь песней», затем, когда он стал царем и получил мудрость от Бога, как описано в Третьей книге царств, то он написал книгу «Притчи» и еще много других притч, а затем, когда он состарился и уже скучая на троне, написал, в общем-то, книгу «Экклесиаст», где все суета-сует. Это вот такой традиционный взгляд, как произошла книга «Песнь песни». Ну и, соответственно, если мы его придерживаемся, то тогда мы должны датировать книгу «Песнь песни» приблизительно жизнью царя Соломона. А это, как известно, вторая половина X века до нашей эры. То есть как раз расцвет Иудейского царства. Что касается… Но это не так. То есть вы говорите как будто бы в условном наклонении. То есть мы будем датировать, но на самом деле не так. Если это не так, то на чем основано? Что это не совсем, скорее всего, Соломон. Потому что по поводу «Экклесиаста» мы как раз говорили, что там лингвистический анализ нам подсказывает, что используется лексика, по-моему, персидская, которая как раз скорее уже начала внедряться в лексикон еврейского народа после Вавилонского плена и так далее. И, собственно, датировка книги немножко не совпадает с авторством. А здесь? В данном случае мы имеем… Я хотел бы немного разграничить. Существует такой традиционный взгляд, приписывание авторства. И, с другой стороны, есть научный анализ, который, опять-таки, не может даже точно годом, приблизительно, как говорится, веком датирует. Сто лет туда, сто лет сюда в научном мире. Когда мы не знаем конкретно, кто написал и когда, то это небольшая, знаете, градация сто лет туда, сто лет сюда. Поэтому, если мы говорим о традиционном подходе к книге «Песни-песни», то она всегда святыми отцами, например, и иудейскими раввинами всегда считалась принадлежащей Перу Соломона. То есть там так единогласная традиция говорит. Когда мы приступаем к ее изучению, вот как вы говорили уже в книге «Клесиаст», вот ее изучают и видят там множество армиизмов. То есть заимствований из арамейского языка, которые хорошо известно, что попали позже в еврейский язык, соответственно, датируются там вавилонским пленом и ближе к нам. Здесь ситуация точно такая же. Вот приведу как бы несколько таких размышлений с точки зрения библеистов современных, и не только, в XIX веке начали досконально изучать текст. То есть здесь, что известно, в общем-то, анализ текста показывает, что книга ближе по лексике, ближе к языку III века до нашей эры. Чем это именно опять-таки армиизмы, которые пришли из сирийского языка, армийского. С другой стороны, там есть персидские слова, и даже кое-какие греческие, то есть эллинистические, скажем так, влияние эллинизма. То есть сама книга нам немножко подсказывает, что она окончательно сформирована была приблизительно в III веке. Но эта наука не может сказать, когда именно была написана, или, скажем, ее ранняя версия, когда была написана, или ее образа откуда взята, здесь точно мы не можем сказать. Поэтому, когда ученые датируют книгу, они говорят, что по... Опять-таки ученые, смотря какие, да? Ученые-филологи, например, они говорят на основе анализа языка. И они говорят ближе к III веку, может быть, II. Когда подходят историки, то они читают книгу и вычитывают там наименование крепости Фирца. Может быть, слышали? Фирца. Когда они слышат Фирца, то они спрашивают, а что такое Фирца? Оказывается, это было укрепление в Иудее, которое было разрушено приблизительно в середине IX века, там, в 880-е годы было разрушено это состояние. И тогда они говорят, что, возможно, вот упоминание Фирца имеет отношение где-то к IX веку до нашей эры. То есть вот до разрушения когда еще. Ну и здесь есть еще одни такие размышления по поводу авторства. Дело в том, что в эллинистической среде и уже в начале христианской эры, точнее так, в античное время, скажем так, в античное время было распространено такое явление, как псевдоэпиграфия. Нашим дорогим слушателям, наверное, это уже... Надо пояснить. Надо пояснить. Пояснить. Псевдоэпиграфия – это когда книга приписывается автору, которому на самом деле она никогда не принадлежала. Нам известны случаи, например, книги Еноха, которая была, очевидно, написана где-то в I-II век нашей эры. Ну, так ее датируют. Есть, конечно, датировки и I до нашей эры, I века. Но абсолютно точно, что ее не писал Енох, какой он там по счету патриарх от Адама, то есть до Потопной. То есть это точно не писал, хотя там утверждается, что написал сам Енох. Мы знаем огромное количество апокрифов. Апокрифы, то есть скрытые книги, ну, например, приписываются там оды Соломона, приписываются. Слышали такое, может быть, оды Соломона? Псалмы Соломона еще говорят. Ну, еще, я думаю, поближе к нам Евангелие от апостола Петра, вот не от Марка, а именно от апостола Петра, Евангелие от Иуды, это тоже апокрифы. Конечно, да. И надписаны они именами таких авторитетов, значимых для христианского мира или мира Иудеи. Протоевангелие Иакова туда же относится известное. Вот мы и празднуем Успение Престой Богородицы. Как раз сюжеты взяты некоторые из апокрифов Успения и введения во храм Престой Богородицы. Вот такое явление, оно было широко распространено. Мы знаем большое количество литературы, которое было ложно надписано. Из этого, конечно, не следует, что книга «Песнь-песни» точно ложно надписана. Но это несколько подтачивает, скажем так, традиционную версию авторства. Что касается свидетельства самой книги. Вот мы теперь, может быть, ближе как-то... К тексту. К самой книге, да, переходим. Дело в том, что у книги есть надписание, так называемое. И вот там написано, что... Ну, не буду уж утруждать наших слушателей еврейским языком, но вот здесь написано в прямом смысле в переводе буквально величайшая из... Точнее так. Ну да. Величайшая, в общем-то, из песен написанная прекраснейшая или превосходнейшая песнь, которая принадлежит Соломону. Или написана Соломоном. Сразу нас это... В общем-то, как это понять, которая принадлежит Соломону? Ну, во-первых, можно прочитать, которая буквально написана Соломоном, рукой его. А можно, как некоторые делают, современные экзегеты, они читают, которая, в общем-то, рассказывает о Соломоне. Что вот есть такой вариант прочтения. Что главный герой этой книги — Соломон. Да. Который увидел вот эту прекрасную девушку и, собственно... Да. То есть, как бы это ретроспективно, то есть, рассказывается после, неважно в какой век, но вот о любви Соломона с некой Суламиф или Шуламиф, как ее по-еврейски. Но вот строгие филологи, которые анализировали эту книгу, я здесь делаю отсылку, и кому интересно, можете почитать на наших прекрасных экзегетов российских, а именно... А именно, в общем-то, на кого можно здесь остаться? На Акима Алексеевича Олесницкого, который написал исследование очень большое исследование, в общем-то, там чуть ли не тысячу страниц. Книга «Песнь песней» и ее величайшие, и ее новейшие критики. Вот я отсылаю наших слушателей, если кому интересно больше узнать об этой книге. Вот Олесницкий, профессор Аким Олесницкий, говорит, что нельзя прочитать ее в том смысле, что это о Соломоне. То есть наша, точнее, в общем-то, конструкция вот эта языковая, она не позволяет так прочитать. Поэтому мы здесь далеко не будем уходить. Допустим, что это вот считалось, что это написал сам Соломон. Что еще здесь интересно? Если это все-таки Соломон написал, то у нас сразу может возникнуть интересный вопрос. В книге «Третье царство» мы читаем, что Соломон изрек тысячи, три тысячи притчей и песней, его была тысяча и одна. То есть, а, секундочку, песня его была тысяча и одна. Вот. Все-таки тысяча и одна, да, не пять тысяч. А тысячу и одну песню изрек Соломон. Это значит, что до нас дошла, получается, одна песня, а тысяча не дошла. Возникает вопрос. Если к Соломонову авторству так трепетно относились и собирали буквально из-под пера в хранилище, в архив сразу, и объявляли священным писанием, то куда же делись тысяча песней? То есть, хороший вопрос. Тысяча песней до нас, очевидно, не дошли. То же самое касается притчей. Написано, что он изрек три тысячи притчей, а до нас дошли, конечно, кто читал книгу притчей, а там только половина примерно принадлежит Соломону. Собственно, сама книга об этом и рассказывает, что там есть другие притчи. За другим авторством. Да. Вот что интересно для нас, что песнь песней считали всегда, конечно, написанной Соломоном, и это ей придавало особый авторитет, особую ценность. А ценность заключалась в том, что сам Соломон был особо одарен, как считалось. У него было несколько видений Бога, и вот в одном из таких видений Бог ему предлагал абсолютно все, что тот не пожелает, и там можно было победу над врагами выбрать, можно было богатство выбрать, можно было выбрать мудрость. И Соломон выбирает мудрость, и все остальное ему дается... Прикладывается. Прикладывается, да. Отлично. Вот с этим авторством мы с традиционным более-менее, мне кажется, прояснили. Что касается научной экзегезы, я сказал, что здесь есть попытки отнести к третьему веку, соответственно. Есть ли вообще для нас существенная разница? Кто написал? Кто написал, да. То есть не является ли это какой-то узкоспециальной задачей библеистов, лингвистов, которые просто, условно говоря, разъедают книжечку как некий труп. В целом-то, думаю, для людей, которые просто открывают Библию и открывают эту книгу, встает больше вопрос. Понятно, что если ты иудей, и, как любит говорить, опять же, отец Сергий Кредич, любишь прятаться за статуями, для тебя важны имена. За каким именем ты можешь спрятаться и сказать, что эта книга самому Соломону принадлежит. Он, во-первых, а, святой, б, премудрый, начальник всех мудрецов, вот, ц, он царь царей, условно говоря, царь, да, не царь царей. Еще, да, и можно давать, действительно он любил женщин. Да, действительно любил женщин, гарем у него был немаленький. Вот. Для большинства встает вопрос, ну, может быть, мы вот к этому больше перейдем, потому что время передачи не слишком много. Почему песнь песней? То есть, вот почему такое название, ну, можно же было просто назвать песнь, или Ода красоте, или там еще как-то. Кто дал такое название? Если это Соломон автор, то сам ли Соломон так написал? Если это не Соломон, а это позднейшая какая-то такая атрибуция, да, то есть, когда читающие взяли и решили, прочитав эту книгу, сказать, да это же песнь песней, превосходнейшая песнь. Вот. И почему эта книга вообще вошла в канон? То есть, это же был спорный вопрос. Включать, не включать. Вообще, почему тогда спор, если это Соломон, и тогда вопросов нет. Не должно быть. Хороший вопрос, отец Сергий. Конечно, здесь напрашивается самый ответ, собственно, что для нас, для христиан, не сильно важно, кто ее написал. Важно, что она в каноне, и мы имеем доступ ее почитать, вдохновиться. Ну, конечно, каждый на что-то свое вдохновляется. В общем-то, для иудеев это было важно, и поэтому я немножко хотел рассказать про споры в самом иудаизме касательно ее канонического достоинства. Ну, для тех, кто еще не читал книгу «Песни песни», сразу скажу, что она не содержит ни одного упоминания Бога, абсолютно ни одного. И, конечно, это довольно странно для включения в канон, в религиозный, конечно, канон. То есть, вообще-то, это священно-религиозный канон, а как бы имени Бога там нет. И еще такая проблема была, что сама книга написана на языке восточных образов любви. Запах яблоков, яблок, половинка граната, виноградник и так далее. Все это, конечно, такие эротические образы из поэзии. И поэтому любой иудей, который читал, довольно хорошо понимал, о чем идет речь. Это нам с вами надо сейчас уже объяснять. Да, что значит «дымящиеся горы». «Дымящиеся горы» или «глаза твоей голубиной». Да. Вот. Или там «влезть на пальму». В общем-то, все это уже нам нужно объяснять. Для них это все было абсолютно прозрачно. Поэтому сами иудеи разделились на два мнения. И одни считали, что книгу надо включать в канон и толковать, но при условии, если мы ее будем толковать аллегорически, то есть как отношение Бога с Израилем, и этому есть некие основания в литературе, с другой стороны, были противники, которые говорили, что ее не стоит включать. И до нас дошли некоторые такие казуистические споры. Я хотел здесь зачитать. Вот в Талмуде, а Талмуд — это собрание, письменное собрание иудейского предания, как комментарии на Ветхий Завет, есть такой спор. В трактате «Едаем», то есть «Омовение рук», спорят раввины. По поводу книги «Песнь-песни». Я зачитаю стату. «Избави Божие!» восклицает раввин по имени. В общем-то, я его не выписал. Ну, не столь важно. В общем, один из раввинов, из Акиба. Восклицает. «Избави Божие! Никогда никто в Израиле не спорил против того, что песнь-песни оскверняет руки. Ибо весь мир не стоит того дня, в который дана была Израилю песнь-песни, ибо все книги святое, а песнь-песни святое святых». Оскверняет руки. Про оскверняет руки, конечно, сразу возникнет вопрос. Как может песнь-песнь осквернять руки? Конечно, здесь речь идет не о том, что в ней содержатся некие эротические образы, после которых оскверняются руки. Речь идет о том, о бытовом, точнее, сейчас поясним правильно. Речь идет о том, что книги некоторые специально назывались оскверняющими руки для того, чтобы их нельзя было использовать в быту, например, чтобы не сходить с ней в туалет. Дело в том, что с книгами... С урона. Книги были редкость. Книги редкость. И существовала... Ну, вера такая была про осквернение, ритуальное осквернение. Мы сейчас, христиане, не верим, но иудеи верили. И, в общем, иудею нельзя было касаться ничего оскверненного. Например, трупа, женщины в менструальной дни или нельзя было касаться там много еще чего, тушканчиков, язычников и так далее. Тушканчиков, язычников через дефис? Так. В общем, тушканчиков просто есть нельзя было. Так. Вот. И, пользуясь вот этой, ну, мы бы сказали больше суеверием, да, пользуясь вот этим моментом, фарисеи конкретно наставили, что песня, песня оскверняет руки. Так. Это означало, что ее нельзя использовать в быту. И для подтверждения зачитаю вторую цитату из того же трактата. Вот, читаю. «По той же причине и священные книги, говорит Равин и Аханан, признаются у фарисеев оскверняющими руки, чтобы кто-нибудь не вздумал священный свиток употребить как попону для лошади. А книги Гомера, как несвященные, признаются не оскверняющими рук». А, ну, то есть, к Гомерам можно. Можно. Да. И даже в туалет сходить. Да. А вот с книгой «Песнь-песни» нельзя. И фарисеи настаивали на том, что она оскверняет руки, чтобы доказать, что она является священной книгой, что с ней нельзя ходить куда-нибудь, нельзя в качестве попона использовать. Вот я встречал точку зрения, мы ее немножечко успели обсудить до эфира, что, ну, вообще, у иудеев вот эта тема чистоты ритуальной, этого кашрута, чистая, нечистая, доведена до какого-то такого абсолюта, до предела, что они даже перед священным писанием, у них есть особый род омовения рук, особая форма, так, чтобы руки, условно говоря, были максимально чисты и прозрачны, чтобы касаться священных свитков. Но идея такая, что даже самые чистые руки священный текст оскверняет. То есть, именно поэтому они читают с помощью так называемого яда, ну, вот, то есть, это такая палочка, трость, как правило, там, с бронзовым или серебряным указательным пальцем, чтобы не касаться этого свитка, потому что твои руки оскверняют, ну, мы привыкли, что оскверняют, то есть, делает грязными и нечистыми, а оскверняют в смысле, вот, получается, делает руки таковыми, что этими руками уже ничего более делать нельзя. Правильно я понимаю? Или как? Вот как мы вообще вот к этому толкованию? Такая интерпретация, скорее всего, имеет место, я не знаком детально с ней, но в традиции это как в многослойном пироге, может быть, все, что угодно, и слой с ананасовой, клубничной, земляничной, и поэтому в традиции у нас иудеев, и у нас все наслаивается, одно на другое, и чуть-чуть смещаются акценты. Поэтому я не знаком с такой интерпретацией, но вполне вероятно, она имеет место. Я ссылался лишь на Талмуд, где, в принципе, вот это вот осквернение, не осквернение, там не текст оскверняется, а оскверняются как бы руки, которые касаются, да, там имело бытовой характер, то есть бытовой, чтобы книгу не использовали для чего-нибудь низкого, низкого употребления. А вот при употреблении низком, это же больше оскверняет саму книгу, а не оскверняет руки. то есть, если я закидываю книгу, условно говоря, на попону, там, на седло, потом сажусь, еду, ерзаю и так далее, в данном случае оскверняюсь же не я, оскверняюсь. Если сказать, что у тебя руки осквернились, у вас руки осквернились, то вы тогда не будете трогать книгу. А, Скажите, чтобы я смог нормально жить, иначе три дня очищаться. Все, ясно, все, понятно. Сколько у нас есть время до конца? У нас осталось буквально несколько минут. Мне бы хотелось, да, чтобы вот такое какое-то резюме сегодняшнему разговору было и одновременно мостик перекинуть в следующую нашу встречу, мы бы все-таки сказали о главной идее. Понятно, что мы будем говорить про структуру книги, про способы прочтения этой книги, но все-таки, вот заканчивая, почему эта книга появилась, о чем эта книга, ну, с точки зрения библиста-христианин. Вот так. Хорошо. Я, ну, прежде чем сказать свое мнение, наверное, уже в следующей передаче мы, я предложу буквальное толкование, скажем так, от Сергея Соловьева, вот, ну, это громко сказано, я немного здесь шучу, трудно было выделить главную идею книги. Проблема в том, что еще вот в 19 веке, когда пристально начали изучать текст, библеисты, западные библеисты, поделились на два лагеря. Одни считали, что это просто собрание разрозненных восточных песней о любви. Скорее, такие брачные, которые исполняли во время пиршества брачного. Другие доказывали, что у этого произведения все-таки есть сюжетная линия, есть структура, и надо читать это как некое произведение. Ну, например, любовь вот девушки-пастушки к своему там пастуху или к царю, кто как. Но когда люди говорили, что есть там структура, приходилось меня частями переставлять части книги. Почему? Потому что когда вы читаете, думаю, может быть, наши дорогие зрители заметили, что когда читаешь, непонятно, что к чему. Вот то один, то он, то она, то девушки Иерусалима. Трудно связать одну часть с другой. И из-за этого, собственно, возникло мнение, что это сборник. Но другие говорят, что чтобы увидеть некую структуру, нужно немножечко переставить. Например, начало надо в конец поставить, где они бегут вместе. Я так понимаю, мы этим займемся в следующий раз. Надеюсь, что да, увидимся. Сергей Викторович, огромное спасибо за сегодняшнюю встречу. Я надеюсь, что мы вызвали интерес к книге, хотя мы в полной мере, конечно, не ответили на вопрос, зачем ее читать. Надеюсь, мы это конкретизируем в следующий раз. Нужно ли это вообще читать? Или это просто предание старины глубокой, которую действительно можно взять и отложить в сторону? Так часто, собственно, христиане современные и думают, и думают неправильно, ошибочно думают. Но мы об этом поговорим в следующий раз. За сегодняшнюю встречу я вас благодарю. С вами, дорогие телезрители, мы прощаемся. В следующий понедельник присоединяйтесь, продолжим разговор о этой чудесной книге. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова